Что значит тесные отношения? Исследовательских работ нам не приходится проводить. И они сразу все сами говорят. Вот я помню, однажды нечто подобное заметили наши учителя и подошли сразу поставили в известность. К нам приехал гость издалека, брат. Ну как бы мы эту работу стараемся проводить по мере наших сил и возможностей. Ну а гость, ну он как бы этого не знал, что нельзя так себя вести. Да, мама приехала как бы работать в лагере. Ну а это как сыночек. Ну думаем, ладно, с мамой пусть. Там еще маленьких детей привезли с собой. Да. Ну а он уже как бы так человек уже зрелый, активный. Ему было тогда 14 или 15 лет. И он, я смотрю. И мы его вызвали, побеседовали, объяснили. Вот так, вот так и вот так. И где-то даже, может быть, его на такую работу поставили, чтобы он не имел ни времени, ни возможностей. И поскольку это был не наш, как бы не с нашей церкви, ну за два дня мы же ничего с ним не сможем решить. Да. Да. Мы маме сказали, ну мама как-то так на это все посмотрела очень просто. Ну мы поняли, что не нашли мы понимания в глазах мамы. Любой такой вопрос мы не можем решать без родителей. Все, что мы решаем с подростками, должны решать вместе с родителями. Во-первых, это оправдано. Во-вторых, друзья, это результативно. Если подросток нашел защиту в глазах родителей, а в нас он заметил тех, которые его в рамки ставят, то это перейдет потом, знаете, в такое нехорошее противостояние. Поэтому мы всегда вызываем родителей. Ставим в известность и начинаем говорить. Почему? Потому что потом окажемся крайними мы. И родители скажут, а что вы пристаете к моему ребенку? Вы на своих посмотрите. Вы на тех посмотрите. Поэтому последовательность работы здесь очень важна. Была еще записка о христианских мультиках. Но, знаете, друзья, они никогда не приносили пользу. Ну и сейчас тоже. Они не принесут пользы. Вот уже примерно больше десяти лет, как суперкнига, летающий дом, они вошли в наши церкви, но пользы не принесли сто процентов. Вред, может быть, принесли. Но уже я так замечаю, что в большей части почти, ну, редко кто их смотрит. И делая некоторый анализ, посещая семьи, где были раньше видеомагнитофоны, а потом это все перешло в DVD-плееры, а потом в компьютеры, там, где свободно, знаете, были христианская продукция, то со временем христианская продукция стала невостребованной, неинтересной. И дети сейчас смотрят, и многое другое. И родители с этим даже согласны. И они сами покупают разные диски, привозят домой детки, и смотрите. Однажды одна мама говорит, братья, ну а что мне делать? Лучше пусть они здесь под моим контролем смотрят, разные фильмы, чем я их отпущу на улицу. Так они сидят, а я делаю все свои дела по дому. Ну, что ей скажешь, если она так решила? И она никого не хочет слушать. Но дело дошло до того, пока сыночек старший попал в милицию. Натворил большой беды и попал в милицию. И чуть было не завели дело на него. И духовности никакой в этой семье. Это она говорила несколько лет назад. Поэтому, друзья, телевизор и все эти видео вещи, которые так хорошо занимают наших детей, что они нам не мешают, то они приносят большую беду. И, может быть, завтра мы немного коснемся этой темы. У меня все. Слава Господу! Мы послушали сегодня с вами еще одну тему, очень важную и многооткрывающую для нас, чтобы нам тоже иметь ориентир и, если в чем увидели себя, скорректировать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова